Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели» в студии Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. У нас сегодня приболело коронавирусной инфекцией. Это по данным медиков Роспотребнадзора 2653 человека. Глава округа провел онлайн-встречу с жителями. Какие вопросы поднимали, расскажем в сюжете. Как изменилась работа МФЦ из-за пандемии, узнавала Луиза Езарян. На сегодняшний день это порядка 40 миллионов рублей за полгода. В штуках от 100 до 250 тысяч единиц. Какую косметику производят в Малаховке? Ответ даст наш корреспондент. Я выступала на чемпионате мира, на всемирных роллер-играх, на чемпионате Европы, еще на чемпионате мира. В Люберцах прошли соревнования по роллер-спорту. О них в конце выпуска. А теперь подробнее об этих и других новостях. Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Руководители структурных подразделений и ведомств подвели итоги проделанной работы. О самом главном в повестке дня расскажет наш корреспондент. С 19 по 26 октября в Люберецкую полицию поступило 1850 обращений граждан. Стражами порядка возбуждено 35 уголовных дел. 30 преступлений раскрыто по горячим следам. В своем докладе начальник ведомства Евгений Романцев обратил внимание на участившиеся случаи дистанционного мошенничества. Еще раз хочу довести до наших граждан, что мы практически каждую неделю совместно с администрацией, со СМИ, по радио, по телевидению, во всех газетах пишем о дистанционном мошенничестве. Но наши граждане продолжают вестись на уловки мошенников, переводить им деньги. Подразделения пожарно-спасательного гарнизона 43 раза выезжали по сигналу тревоги. Участвовали в ликвидации 11 пожаров, 6 из которых произошли на территории Люберец. Происшествие в доме номер 21 по улице Московской повлекло смерть человека. Время сообщения о пожаре 0 часов 18 минут. В момент прибытия первого пожарного подразделения происходило открытое горение квартиры на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома. Также огонь распространился на балкон восьмого этажа. Пожар ликвидировали в час 39. И в ходе тушения пожара с девятого этажа была спасена женщина. Но, к сожалению, в квартире 26 на седьмом этаже был обнаружен труп мужчины. Без аварийных отключений в штатном режиме работала на прошлой неделе система ЖКХ. Кроме рядовых и повседневных задач, коммунальщики выполняют еще одну важную функцию. Ежедневно проводят дезинфекцию мест общего пользования в многоквартирных домах. Ведется мониторинг и анализ поступивших обращений в соцсетях по вопросу уборки места общего пользования и дезинфекции. Также для улучшения качества проводимой работы осуществляются выездные проверки. Вопросы, касающиеся работы ЖКХ, принимают также операторы ЕДДС. На горячую линию администрации округа поступило 28 таких звонков. Всего на минувшей неделе сотрудники единой диспетчерской службы обработали около 12 тысяч обращений. В округе продолжается проверка готовности коммунальных служб к зимнему сезону. На этот раз глава проинспектировал управляющую компанию «Пиккомфорт». В ведении этой управляющей компании находится весь микрорайон «Красная огурка». А это почти 500 тысяч квадратных метров уличной дорожной сети. Для качественной уборки дворов и тротуаров от снега здесь планируют привлечь 4 трактора и 70 человек. Также к предстоящему зимнему сезону закупили инвентарь и противогололёдные реагенты. Готовность к зиме оценил Владимир Ружицкий. Глава округа отметил, на такой большой участок в управляющей компании техники недостаточно. Коммунальщики заверили, тракторы и погрузчики в случае экстренной ситуации в кратчайшие сроки перебросят из Балашихи в Люберцы. Может, у них и в Балашихе есть. Где Балашихи, я даже не знаю. Я знаю, где Люберцы, и в Люберцах этого точно нет. Поэтому есть задача, чтобы это всё было в Люберцах, а не где-то в Балашихе либо в Москве. У управляющей компании есть неделя на устранение выявленных недочётов. В начале ноября глава округа вновь приедет сюда с проверкой. «Без воды не останемся», – уверенно заявляют в Люберецком водоканале. На предприятии основательно подготовились к предстоящей зиме. Всевидящий око. Так, в шутку, сотрудники Люберецкого водоканала называют роботизированный комплекс для обследования канализационных сетей. Этому мини-роботу уже 4 года. Он помогает увидеть то, что находится внутри труппопроводов, куда человеку не попасть. «Когда существует вероятность провалов канализационных коллекторов, но непонятно, есть он или нет, тогда опускается в коллектора и производится обследование. Либо для профилактики, диагностики, выявления будущих, так сказать, аварийных ситуаций, чтобы их не допустить». Люберецкий водоканал – это не только робот. Прежде всего, это люди. На предприятии трудится 670 сотрудников. Они обслуживают больше 400 километров водопроводных сетей, столько же канализационных. Ежедневно дежурит 4 аварийные бригады. «Пока всё это дело получается. Я надеюсь, что это и будет получаться. Зима – это самый сложный период. Это период испытания коммунальщиков. Поэтому я надеюсь, что всё это мы пройдём без эксцессов, провалов, без особых аварий». По прогнозам синоптиков, предстоящая зима в Подмосковье будет снежной, временами морозной. Водоканали уверены – работать смогут при любых погодных условиях. К зимнему сезону здесь готовы на 100%. Григорий Ворванин, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий ответил на вопросы жителей. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции встреча прошла в режиме онлайн. За ходом беседы следила наша съёмочная группа. Проводить встречи с жителями в таком формате – не впервой. Практику онлайн-стреч вели во время весенней волны коронавируса. Перед тем, как приступить к диалогу, глава округа выступил с небольшим отчётом. Начал с главного – статистики заболеваемости COVID-19 в Люберцах и мерах борьбы с инфекцией. У нас сегодня приболело коронавирусной инфекцией, по данным медиков Роспотребнадзора, 2653 человека. Сегодня госпитализировано 315 человек. На домашних лечениях 883 человека. К сожалению, умерло, надо в этом, должен с вами знать, 156 человек. В апреле, в начале мая переоборудовали нашу Красковскую больницу, как мы говорим. В ковидный центр, там сегодня оборудовано 369 мест. Кроме того, в изкультурно-оздоровительный комплекс, там оборудовано 204 койки, из них 20 реанимаций. Большинство вопросов жителей коснулось введенных ограничений из-за второй волны эпидемии. Больницы и поликлиники работают в штатном режиме. Отменили только диспансеризацию и профилактический осмотр. Детские сады и школы тоже функционируют в обычном порядке. В настоящее время у нас 30 школ находятся на каникулах, 12 школ работают в штатном режиме. Продление каникул не планируется в настоящее время в Московской области. Заболеваемость не соответствует тому порогу, когда у детей продлевают каникулы. Жители затронули также темы благоустройства, строительства социальных объектов и ремонта дорог. Свои вопросы они озвучивали по телефону прямого эфира. Некоторые обращения глава округа зачитывал из социальных сетей. Что с поликлиникой в ЖК «Самолет»? Это первый вопрос. И следующий вопрос – будет ли благоустройство «Черного озера»? Это один и тот же заявитель. Поликлиника в ЖК «Самолет» будет на 600 мест. На сегодняшний день, по нашей информации, завершена экспертиза. И, как я и в сетях везде пояснял, застройщик до конца года выйдет на строительство. В связи с биологической ситуацией работы по благоустройству территории вокруг озера «Черный» перенесены на 2021 год. Онлайн-встреча продлилась больше часа. Все вопросы, поступившие от жителей, зафиксировали в протоколе. Обращения, которые требуют дальнейшей отработки, глава взял под личный контроль. Луиза Егязырян, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Сотни литров дезраствора в день расходуют Люберецкие управляющие компании на обработку 6,5 тысяч подъездов. Данные работы проводятся в рамках исполнения постановления губернатора Московской области. В ведении ЖЭУ-сервис находится 51 многоквартирный дом в Малаховке. Сотрудники этой управляющей компании ежедневно обрабатывают дверные ручки, перила, кнопки домофонов, лифтов и почтовые ящики. Раз в неделю проводят полную дезинфекцию. Это полностью перила, то есть подоконники, почтовые ящики, так же протираем каждый день. Полностью промывка хлорным составом полов также. Мыть подъезды специальным дезинфицирующим раствором в округе начали 3 марта, когда вышло постановление губернатора Московской области. С тех пор работа не прекращается. Информацию о том, когда проводилась обработка, жители могут увидеть на стенде в подъезде. Убедительная просьба к жителям. Если вы видите, где управляющая компания некачественно отрабатывает и проводит непосредственно дезинфекцию мест общего пользования, пожалуйста, обращайтесь в сети, в социальные сети, на сайты администрации с указанием адреса дома. И мы, безусловно, выйдем, проверим и обяжем управляющую компанию выполнять данные мероприятия. Кроме того, управляющие компании ведут ежедневный фото- и видеоотчет о проделанной работе. Все материалы они предоставляют в администрацию. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, Телеканал ЛРТ. Предприятия и организации «Люберец» работают в обычном режиме, но из-за участившихся случаев заболевания COVID-19 в округе усилен контроль за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Наша съемочная группа выяснила, какие меры безопасности предприняты для сотрудников и посетителей многофункциональных центров. Температуру поднимаем. Обработайте, пожалуйста, руки. Итак, с каждым заявителем за день в Томилинске МФЦ обращается более 150 человек. К услугам жителей 8 окон и одна зона самообслуживания. В 11.16.00 офис закрывают на полчаса, чтобы проветрить помещение и обработать все контактные поверхности. Помещение обязательно обрабатывается санитайзерами. Также у нас находятся лампы для кварцевания помещения, то есть две лампы на помещение. Для соблюдения социальной дистанции разметка и ограничительные ленты. Заявитель находится от менеджера на расстоянии полутора метров. Сами сотрудники перед тем, как сеть за рабочее место, измеряют температуру и надевают средства индивидуальной защиты. В том, что все эти правила соблюдают, лично убедился глава округа Владимир Ружицкий. У нас таких подразделений на территории городского округа 9 и в месяц проходит более 30 тысяч жителей. То понятно, что здесь мы обречены, что касается МФЦ, все удерживать на определенном уровне, все, что рекомендует Роспотребнадзор. Контроль за соблюдением масочного режима губернатор Московской области Андрей Воробьев усилил с 9 октября. Уже более двух недель в регионе проходят рейды и профилактические мероприятия, направленные на снижение заболеваемости COVID-19. Луиза Игязырян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Высшее образование, доступное каждому, как в условиях новой реальности проходит обучение и трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья, обсудили на круглом столе в Государственном университете управления. Участницей конференции стала и директор телеканала ЛРТ Екатерина Дегтярева. Подробнее в репортаже моих коллег. Право на получение высшего образования в нашей стране, согласно Конституции, имеют все россияне. Но каждому человеку важно не только освоить профессию, но и найти применение своим навыкам. Вопрос социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья возможно решить только комплексно, при тесном взаимодействии вузов, центров занятости и работодателей. Если нет координации, если нет объединения усилий, мы, как лебедь, рак и щука, тянем в разные стороны, делаем много работы, по сути, дублирующей друг друга. И сегодня наша задача как раз найти точки соприкосновения и сделать эту работу общей. Вопросы сотрудничества и координации обсудили вузы-партнеры, сотрудники органов исполнительной власти, представители службы занятости и работодатели. Вопрос инклюзивного высшего образования в условиях новой реальности особенно актуален. Огромное количество людей, которые ограничены в своих возможностях, они вынуждены обращаться за помощью вузам для того, чтобы организовать им именно или дистанционное образование, либо какие-то еще дополнительные моменты с тем, чтобы не подвергнуться опасности заразиться этой болезнью. Во время первой волны пандемии наш телеканал создал программы, ориентированные на горожан, которые не могли выходить на улицу. Для пенсионеров 65+, и людей с ограниченными возможностями здоровья, мы организовали досуг с доставкой на дом. Мастер-классы по йоге, рукоделию, рисованию, актерскому мастерству и бальным танцам наши уважаемые пенсионеры смогли продолжить в безопасном для себя режиме, не выходя из дома. Наш канал также готов оказывать поддержку и людям с ограниченными возможностями здоровья. О вкладе ЛРТ в инклюзивное образование рассказала директор телеканала Екатерина Дегтярева. Если есть талантливые ребята, которые какую-то идею родят, и мы вместе ее обсудим, мы можем просто поддержать этот проект в качестве информационного спонсора и что-то сделать интересное вместе. Поэтому мы также открыты и как работодатели, и как информационная площадка, и та, которая может те же самые мастер-классы преподнести. Ресурсный учебно-методический центр на базе Государственного университета управления работает с 2017 года. Служба оказывает комплексную поддержку учебным заведениям Москвы, Подмосковья и Орловской области. Это помогает способным ребятам с ограниченными возможностями получить качественное образование и устроиться на работу по специальности. Александр Колганов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Предсказать его появление невозможно, но уменьшить риск достаточно просто. 29 октября отмечено в календаре как Всемирный день борьбы с инсультом. Эта дата призвана обратить внимание на одну из ведущих причин инвалидности и смертности. Как предостеречь себя от заболевания и какова жизнь после перенесенного удара? Ответы на эти вопросы в сюжете Луиза Ягиязарян. Я стал вставать и не мог встать. Левая сторона полностью не работает. Внезапный приступ произошел во время сна. Далее скорая. Две недели в реанимации, еще две в реабилитационном центре. Вернуться к прежней полноценной жизни Сергей Сычук, к сожалению, уже не может. Сейчас мужчина уверен, инсульт можно было предотвратить. Давление было всегда, уже после 50. Я просто не обращался, я к врачу не обращался. Я 53 года вот только обратился к врачу, у меня даже карты не было в клинике. Себя не бережем. Ну, все, конечно, накопилось. Надо было, конечно, лечиться, может быть, и обращаться. Но как-то не до этого. Работаю. Из-за болезни пришлось отказаться не только от работы, но и от любимых увлечений – рыбалки и походов за грибами. Вместо этого – короткие, но регулярные прогулки и визиты к неврологу. Быть под постоянным наблюдением важно, чтобы избежать повторного удара. Понятное дело, что катастрофа сосудистая уже произошла. Мы это никак не вернем назад. Мы смотрим на динамику. Больные, которые передвигаются самостоятельно на ногах на своих, мы им рекомендуем пешие прогулки, дозированная ходьба, так называемая. Ежедневная, независимо от погоды. Потому что доступ к кислороду – это очень важно. Массаж, физиотерапию, если нет противопоказаний к проведению лечения электрическим током. Основные причины, которые приводят к инсульту – повышенное давление, высокий уровень холестерина и сахара в крови. Эти показатели всегда надо держать под контролем. Важную роль играет диспансеризация. Иногда инсульт проходит бессимптомно. Выявить его может только МРТ или неврологический осмотр. Самый молодой инсульт, что был в моей практике, это было 25 лет. Это было 25 лет. Молодая девушка, у которой были приступы по типу мигренозных. Вот, потеря зрения и так далее. То есть, как бы, казалось бы, типичный мигрен. Мы ей сделали катет головного мозга, где был обнаружен очаг ишемического инсульта. Инсульт молодеет, но статистика заболевания по сравнению с прошлым годом остается на прежнем уровне. За 9 месяцев этого года в сосудистом центре Люберец вылечили более 1200 пациентов с таким диагнозом. В настоящее время в поликлиниках округа состоят на учете 230 человек, которые перенесли инсульт. Луиза Иги Азарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий провел совещание по вопросам системы здравоохранения. В нем приняли участие руководители и сотрудники Люберецкой областной больницы, представители администрации, а также депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско. На встрече обсудили вопросы, связанные с обеспечением кадрами, оказанием плановой медицинской помощи и работой хирургических отделений. Учитывая то, что вирус не отменили, пандемия, она присутствует, все это набирает обороты, я хочу для себя понять, где мы находимся, что происходит и что нужно предпринять, чтобы особенно в сфере медицины была комфортная обстановка. По итогам совещания принято решение расширить состав рабочей группы по вопросам медицины при общественной палате городского округа. В нее включили Дмитрия Дениско и руководители Люберецкой областной больницы. Люберецкий штаб волонтеров вновь на передовой оказание помощи. Ежедневно активисты обрабатывают 50 заявок и оказывают поддержку тем, кто находится в зоне риска. Что мотивирует добровольцев каждый день безвозмездно помогать людям в репортаже моих коллег. Для того, чтобы стать волонтером, предъявите, пожалуйста, вашу фамилию, имя и отчество. Олеся Морозова принимает звонки от тех, кому нужна помощь, и от тех, кто готов начать ее оказывать. Ежедневно в Люберецкий штаб поступают заявки от желающих пополнить ряды волонтеров. Олеся планирует стать юристом. Говорит, от оказания бескорыстной и безвозмездной помощи людям получает удовольствие. Мне просто нравится помогать. Я могу просто поговорить с бабушками или дедушками. Они могут рассказать обо всем, что их тревожит, потому что они зачастую одиноки. Молодые люди разносят продукты, ходят за лекарствами, оплачивают коммунальные услуги. Помимо адресной поддержки пенсионеров, ребята раздают маски на улицах и напоминают жителям о мерах санитарной безопасности. Возьмите меры предосторожности, берегите себя и своих близких. Спасибо большое, обязательно. Будущий графический дизайнер Мила Илькаева совмещает волонтерскую деятельность с учебой в колледже и спортивными тренировками. Я общительный человек, я готова к тому, что можно помочь. Очень приятно видеть людей вблизи, с ними контактировать и общаться. Антон Байчук присоединился к штабу волонтеров по совету одноклассников. Быть добровольцем и приятно, и полезно. Признается, что рассчитывает получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в ВУЗ. Для души это комфортно. Плюс новые знакомства, больше связей. Сегодня у меня был первый выезд. Легко удалось его совершить, так как мне помогали. Я готов продолжать так и волонтерить. Первый выезд по заявке всегда проходит с опытным наставником. Каждый новый член команды проходит инструктаж. Купили продукты, приходишь к заявителю и отдаешь ему. Здравствуйте, Георгий Семенович. Здравствуйте. Принесли вам продукты. Спасибо вам громадное. Слебушек, и куфа, и кличка, и овсянка. Всего вам спасибо большое. В прошлый визит волонтеры починили своему подопечному стул. Сегодня ребята принесли продукты. Георгий Семенович Филиппов говорит, что помощь молодых людей переоценить сложно. В это трудное время хочется от всей души поблагодарить волонтеров за их бескорыстную помощь нам во время пандемии коронавируса. Валерий Кравченко, заместитель руководителя Люберецкого штаба, утверждает, что волонтерство – это командная деятельность. Без всесторонней помощи от разных организаций оказывать помощь было бы сложнее. Новый волонтер, когда приходит, я ему или кто-то из опытных ребят, они ему все показывают. То есть волонтер смотрит, волонтеру все показывают, как, что, где сделать, в каких ситуациях, как поступить. И дальше человек сам уже идет, то есть и волонтерит. Волонтерский штаб возобновил свою работу 15 октября. Сейчас он объединяет более 150 неравнодушных люберчан. Присоединиться к движению активистов может любой житель округа. Александр Колганов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Владимир Ружицкий с рабочим визитом посетил Малаховский мясокомбинат. Компания работает на территории округа уже более 20 лет. Она занимается производством мясных и колбасных изделий, а также полуфабрикатов и деликатесов. В ассортименте предприятия насчитывается 500 наименований продукции. Производственная мощность комбината – около 60 тонн в сутки. В погоду в пределах 2 миллиардов рублей оборот предприятия – это очень прилично. Тем более работать, функционировать в пищевой промышленности крайне сложно. Приятно, что есть такие у нас производители. Все-таки есть рабочие места. Здесь есть и потребность в рабочих. Я поручу своим коллегам, в числе войти в центры занятости, чтобы каким-то образом помочь данному предприятию в комплектовании кадрами. Во время рабочего визита глава округа осмотрел производственные цеха компании и убедился, что на предприятии соблюдают меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Кремы, молочко для тела, скрабы и другую продукцию для косметологии выпускают в Малаховке. В цехе по производству косметики, который начал работу в 2018 году, побывал глава округа Владимир Ружицкий. Это был стартап-проект, в успех которого верили только те, кто его задумал. Вложив немалые средства в оборудование и лабораторию, началась его реализация. Теперь это одно из предприятий, куда за помощью в создании косметики обращаются многие известные бренды. На сегодняшний день это порядка 40 миллионов рублей за полгода. В штуках от 100 до 250 тысяч единиц. Но для площадок это немножко не то, потому что идут постоянные изменения. Так как мы стартап, цифры эти меняются от месяца к месяцу в сторону увеличения. Косметику создают с нуля. Разрабатывают рецептуру, проверяют в лаборатории и только потом запускают в производство. Ассортимент постоянно расширяется. Сейчас одних только кремов для лица несколько десятков видов. Молочко для тела. Да? Да. На эфирных маслах. Похоже на молонок, кстати. Вот эта вот этикетка. А почему написано не на нашем? Потому что бренд так себя позиционирует на рынке. В планах предприятия выпускать продукцию под собственным брендом, чтобы о люберецкой косметике узнали далеко за пределами московского региона. Вот только дело это затратное, поэтому без поддержки властей никак. Думаю, что мы более плотно будем работать. Более того, есть возможность войти в областные программы, где тоже имеется финансовая помощь. У данного предприятия есть будущее, потому что на рынке надо быть по-доброму, конечно, агрессивным, настойчивым, профессиональным. Ну, что у данных людей всё-то есть. На предприятии трудится 35 человек. В ближайшее время здесь появятся новые рабочие места. На фабрике планируют увеличить ассортимент и объём выпускаемой продукции. Поэтому без дополнительных сотрудников не обойтись. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В округе продолжается снос торговых объектов, установленных на территории садоводческих товариществ. В этот раз специалисты приступили к демонтажу здания, которое на территории СНТ Зенина простояло более 10 лет. Как пояснили в Управлении потребительского рынка услуг и рекламы администрации городского округа Люберцы, торговая деятельность на территории садоводческих обществ запрещена. Извещение об устранении нарушения было направлено владельцу торговой точки. Добровольно сносить здание он отказался. Поэтому администрация обратилась в суд с иском о сносе торгового объекта. Было судом установлено, в результате двух инстанций, что данный торговый объект расположен здесь незаконно. И принято решение о его демонтаже. Площадь данного объекта 176 квадратных метров. Сносить будем силами администрации с выставлением через суд судебных издержек собственника данного объекта. Добавлю, в этом году на территории округа снесено 4 незаконных торговых объекта. На рассмотрении в суде находятся еще 11 подобных дел. Продолжается обновление Наташинского парка. На очереди установка амфитеатра. Совсем скоро фестивали, концерты и праздники будут проходить в самом сердце парка. Появление нового амфитеатра на 100 посадочных мест – один из этапов реновации. Рядом уже работает колесо обозрения и современная детская площадка. Парк, он востребован. Да и на северной стороне, ведь количество жителей растет, каких таких мест для прогулок, для отдыха не так много. Поэтому мы стремимся этот парк развивать, удерживать порядок. Я думаю, что он будет с каждым годом хорошать. Рядом с амфитеатром появятся новые лавочки, освещение и свежий газон. На строительной площадке трудятся 20 рабочих. Они монтируют конструкцию зрительного зала и укладывают тротуарную плитку. Все работы подрядчик обещает завершить 5 ноября. Вместо катка – арена спортивного зала. Вместо лезвий на коньках – колесики. В Люберецком триумфе прошли соревнования Подмосковью по роллер-спорту. Аня Семисинова первый раз надела коньки в 4 года. Правда, сначала это была обувь для занятий на льду. С фигурным катанием на роликах она познакомилась позже. Три года я занималась именно фигурным катанием, а потом мы узнали о Елене Петровне Снитковой. Это мой тренер. Я попробовала и мне очень понравилось. Я перешла в фигурное катание на роликовых коньках. Я выступала на чемпионате мира, на всемирных роллер-играх, на чемпионате Европы, еще на чемпионате мира. На московских областных соревнованиях по роллер-спорту собрались 65 участников. Спортсмены в возрасте от 4 до 16 лет состязались в фигурном катании и фристайл с лалами. Люберецкий округ представили 15 фигуристов. Наши спортсменки очень стараются. Вообще, люберцы зарекомендовали себя как одна из таких самых массовых школ вообще в России по фигурному катанию на роликах. Впереди у спортсменов первенство Московской области, которое состоится весной следующего года. Победители этих соревнований будут представлять Подмосковье на чемпионате России. Александр Колганов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте lrt.tv и в социальных сетях. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»